Согласно исследованиям, профессия учителя является одной из наиболее стрессовых. Что же можно сделать, чтобы не принимать всё так близко к сердцу, не расстраиваться в напряжённых ситуациях и вообще сохранять своё ментальное здоровье? Об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алена, и я преподаватель английского и немецкого языков. Я преподаю уже более 10 лет. В этом видео я хочу поделиться своим опытом, как сохранять своё ментальное здоровье, если вы учитель. Так, без долгих предисловий, давайте же сразу перейдём к делу. И первый совет — это разделять профессиональную и личную жизнь. А я знаю очень многих учителей, которые настолько любят свою работу, что они буквально живут этим. Но это не совсем правильно с моей точки зрения, потому что всё-таки вот есть работа — это одна часть нашей жизни, и есть как бы наша другая часть жизни, и это разные вещи, разные аспекты нашей жизни. И их нужно разделять. Поэтому очень важно не жить на работе, не жить своей работой, а разграничивать вот эти два понятия. Каким образом, об этом мы в том числе поговорим чуть-чуть позже, но один из приёмов — это позволять себе расслабиться и заняться каким-то интересным делом. Находить время, когда вы не думаете о работе вообще и не делаете ничего по работе вообще. Это может быть сложно, и первое время, возможно, вам придётся заставлять себя это делать, но, поверьте мне, это того стоит. А следующий совет — это избегать ненужной конкуренции. Я, в принципе, не рассматриваю других преподавателей в нашей преподавательской сфере как конкурентов. Для меня они в первую очередь коллеги и люди, у которых я могу чему-то научиться, и которых я могу, в свою очередь, тоже чему-то научить. То есть для меня они все находятся наравне со мной. Попытайтесь также выработать для себя такое отношение к другим преподавателям, к своим коллегам, когда вы не видите в них конкурентов, потому что в противном случае это просто вызывает излишнюю тревожность и напряжённость. И нам, правда, есть у каждого чему поучиться. Конечно же, не забывайте про естественные способы саморегуляции. Это сон, здоровое питание, движение, общение с природой. И ещё, когда вы испытываете какое-то эмоциональное напряжение, постарайтесь обратить внимание на своё дыхание и обратить внимание на то, как мы дышим, потому что на самом деле дыхание — это очень классный инструмент саморегуляции, и с помощью него мы можем как успокоить себя искусственным образом, так и сделать своё ощущение более тревожным. Таким образом, медленное глубокое дыхание, оно способствует расслаблению и релаксации, а более быстрое и возбуждённое дыхание поддерживает нервно-психическую напряжённость. Научитесь рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки. И здесь очень важно не смотреть на кого-то другого, а всегда ориентироваться на самого себя. Потому что есть преподаватели, которые ведут по 7, по 8, по 9 уроков в день, и при этом чувствуют себя в конце дня прекрасно. И это замечательно, если это работает для них. Но если вы провели 7, 8, 9 уроков и чувствуете, что в конце дня вы просто без задних ног, то это не значит, что с вами что-то не так. А, возможно, для вас подходит другой вариант, потому что все мы разные, и здесь важно попробовать и понять, что подходит именно вам. Нет какого-то оптимального количества уроков, которое было бы эталоном для всех преподавателей. Это зависит от очень многих факторов. От нашего возраста, от нашего самочувствия, от нашего семейного положения, от нашего темперамента и много чего другого. Поэтому, возможно, для вас оптимальным количеством урока будет в 2 в день, 3 в день, 5 в день. Главное здесь прислушиваться к себе и к своему состоянию в конце дня. Поддерживайте себя в хорошей физической форме. Работая преподавателем, мы сейчас чаще всего работаем онлайн, то есть за компьютером, мы работаем нашей головой, то есть у нас задействована мыслительная деятельность, плюс мы находимся постоянно в помещении. Поэтому, если вам нужно сделать какой-то перерыв, сделайте это сменой деятельности. То есть, если вот сейчас вы сидели в помещении и работали головой, если вы хотите отдохнуть, то переключите свое внимание на ваше тело. То есть, пусть это будет какая-то физическая активность, и идеально, если это будет смена окружения, и вы выйдете куда-то на улицу. Делайте паузы и перерывы. И здесь я выработала для себя следующую последовательность вот этих пауз и перерывов. Я делаю паузы в течение каждого дня. В идеале, если эти паузы проходят после каждого часа, я делаю, например, пятиминутный перерыв. Далее это один день в неделю. Тоже, когда я ничего не делаю, ну, как минимум по работе, просто занимаюсь какими-то своими личными делами. В идеале, конечно, это было бы два дня в неделю, но так как я в течение недели работаю не очень много часов, то я решила, что для меня, в принципе, будет комфортно иметь один день выходного в неделю. Но тут, опять же, вы ориентируетесь на себя. И следующий период пауз — это каждые три месяца я беру отпуск на неделю. И обычно в этот отпуск я еду отдыхать куда-то за границу и путешествовать. Это то, что я выработала для себя, и то, что для меня комфортно и очень хорошо работает. И поэтому вы также можете взять что-то из этого на заметку и как-то под себя адаптировать. В течение дня у меня есть период времени, когда я доступна для своих учеников. То есть, если они мне пишут куда-то в мессенджеры или на имейл, то я отвечаю на все их вопросы касательно каких-то организационных моментов либо что-то связанное с языком. Но у меня есть период времени, в который я недоступна для своих учеников. То есть, чтобы они не писали в это время, я не буду отвечать, и я буду отвечать уже на следующий день. И вы также можете выработать для себя вот такое расписание рабочих часов. Например, вы там отвечаете на сообщения в рабочее время, там с девяти до шести, или какой-то другой график, чтобы в другое время не дергаться и не отвлекаться на рабочие моменты. Научитесь говорить «нет». А я заметила, что это очень частая проблема среди преподавателей. А где нам приходится говорить «нет»? Например, если вас просят позаниматься с учеником, а у вас нет в расписании свободного места, и вы буквально там впихиваете его куда-то в ущерб своему личному времени. В данном случае вы можете предложить, например, добавить его в лист ожидания, либо спросить у кого-то из своих коллег. Возможно, он сможет его взять. Также очень много проблем учителей с тем, чтобы в принципе отказаться от ученика, с которым им по каким-то причинам некомфортно заниматься. Буквально каждый день я вижу в учительских пабликах и группах такие сообщения по типу «подскажите, как можно корректно отказаться от занятий с учеником?» И для меня сейчас это странно, хотя я сама через такое проходила. Но на самом деле это так. Позвольте себе работать с теми учениками, с которыми вам работать комфортно. И отказываться от учеников мы можем по разным причинам. Это может быть какие-то невыполнения, например, условий с его стороны. Например, там он не делает домашние задания, не вносит вовремя оплату, опаздывает на занятия. Либо вам просто психологически некомфортно работать с этим человеком. Такое тоже бывает. И здесь очень важно, опять же, прислушиваться к себе и не насиловать себя. Я всегда говорю, что на каждого преподавателя найдется свой студент. И наоборот, на каждого студента найдется свой преподаватель. Возможно, вы откажетесь от него, и к вам придет другой, более классный ученик. А тот ученик найдет себе другого, более классного преподавателя, который подходит именно ему. Поэтому не мучайте себя и отказывайтесь от тех учеников, с которыми вам некомфортно работать. Вознаграждайте себя. Это тоже одна из моих практик. Когда я достигаю какой-то своей личной цели, либо профессиональной цели, чего-то добиваюсь, то я всегда каким-то образом себя за это вознаграждаю. Какое это будет вознаграждение, вы можете решить сами. Это может быть поездка куда-то, покупка чего-то, о чем вы давно мечтали, либо поход куда-то. То есть это не обязательно должно быть что-то масштабное, это может быть просто что-то приятное для вас. И когда я говорю достижение каких-то целей, это не значит, опять же, какие-то глобальные масштабные цели. Это могут быть небольшие цели, небольшие шаги, которые вы можете просто таким образом отметить, заметить их и отпраздновать. Создайте себе организованное место, организованное пространство для работы. Сейчас большинство из нас уже работает из дома, онлайн. И когда мы постоянно работаем дома, то это может нарушить вот этот баланс работы и жизни. Поэтому для этого обязательно заведите себе хотя бы какой-то уголок, который именно будет предназначен для вашей работы. Вот это место, где вы будете работать и все. И таким образом вы делаете сразу две вещи. Во-первых, если вы живете с кем-то в квартире, то таким образом вы посылаете им сигнал, что если вот я нахожусь в этом месте, это значит, что я работаю и значит, что меня не нужно отвлекать. И второе, вы посылаете сигнал себе, что если вы находитесь в этом месте, это значит, что у вас автоматически должен включаться рабочий режим, и вам будет просто легче настроиться на рабочий лад. И следующий пункт, который вытекает из предыдущего, это организованное рабочее пространство. Да, все мы слышали про творческий беспорядок, но я на самом деле не уверена, работает ли это с нашей профессией, потому что, ну, в этом случае мне кажется, что чем более безорганизованное, десорганизованное у вас пространство рабочее, тем больше вот этой дезорганизации также у вас в голове. И чем больше у нас вот на рабочем столе всякого хлама, всяких бумажек, тем больше это давит на нас, тем больше у нас появляются спутанные мысли. И вы можете даже провести эксперимент и проверить, насколько повлияет на вас полностью убранное рабочее пространство, и как вы будете себя ощущать. Делитесь в комментариях, что помогает сохранять ментальное здоровье вам. Буду очень рада узнать ваше мнение. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал, и до встречи в новых видео.